Наш блог, команда с очень большой аббревиатурой, я скажу ее только название. Команда Третье Чтение, город Екатеринбург, а позже шифрою. Встречаем Третье Чтение. Многие считают, что в президентской академии учатся дети высокопоставленных чиновников. Но на самом деле так и есть. Здравствуйте, Антон. Мы будущие чиновники. Будущий премьер-министр, министр финансов, два бюджетника и министр черного пакета. Хотелось бы сразу договориться за счет первого места. Министр черного пакета. Что за подставка, что за лидер? Это народ. Народ? Я никогда его раньше не видел. Раз, два, три. Да это же Митю, это министр. Чего они хотят? Чего они хотят? Чего они хотят? Чего они хотят? Хлебный магазин Барак Обама. У нас только черный. А на саммите больше смеялись. Я не знаю, я за помощью. А сейчас немного ОМОНовского юмора. Мама в детстве говорила мне, сынок, одень шапку. Я и до сих пор ее ношу. Я люблю маму. Я хороший сын. Я не понимаю, зачем все поисточные губы. Но как не придет с пацанами сюда, так все лежат лицом в пол. Никто не танцует. Знаете, такой отдых не по мне. Вот все говорят, что мы ОМОН бьем людей, вышибаем двери. Но на самом деле все не так. Сначала мы вышибаем двери, а уже потом бьем людей. И лепите двери, и людей. Что делать? Что делать? Ребят, ребят, у меня есть прекрасная миниатюра. Чиновник, который не берет взяток. А ты что так вырядился-то? Но ведь чиновник, который не берет взяток, это сказочный персонаж. Министр финансов, что делать? Какое-что-нибудь. Что я с ними сделаю? Уберите. Уходите. Почему вы не уходите? Вот вам пенсии. Социальные пакеты. Уходите. Я не знаю, что с ними делать. Я плохой министр финансов. А что, ничего не помогает. Я смотрю, деньги не помогают, да? Нет. Придется как-то выкрутиться самим. После того, как в мэрии поставили камеры, у охранников появилось новое развлечение. Добрый вечер, дорогие друзья. И мы с вами ведем прямой репортаж из мэрии города Екатеринбурга, где встречаются городские чиновники и местный предприниматель Курагин. Итак, документ у Курагина. Встреча началась. Он обходит одну инстанцию, обходит другую. На его пути антимонопольная служба опасна. Ему показывают красные корочки. Неужели это удаление? Звонок к судье и Курагин остается любви. Проход. Откат. Еще откат. Летом все откат. Ого! Откат! А сейчас, представьте, молодой человек первый раз в своей жизни пришел на выборы. Здравствуйте! Здравствуйте! Так, я не понял. Я пришел проголосовать за единую Россию. Молодец, пацан, они выбрали тебя. Молодой человек, что ж вы сразу-то не сказали, что за единую Россию голосовать будете? Так я ж первый раз на выборах. Ну, на первый раз прощаем. А сейчас вашему вниманию предоставляется услуга «Депутат на час». Здравствуйте! Я Дмитрий Иванович, и на этот час я буду вашим депутатом. А год назад вы по стране были. Да год назад и у вас все хорошо было. Садись! Я второй раз не сяду. На стул садись. Обещай мне. Я починю дороги. Еще! Я разберусь с пробками. Глупее! Я уберу всю грязь. Представь, что у тебя много денег, куча бабла. Я построю новую ветку метро. Вернись в реальность. Я сделаю Екатеринбург столицей мира. Да! Я проведу экспо. Я почти верю тебе. Я включу лампочку в подъезде. Да! Я буду голосовать за тебя снова! Еще бы. Ты, наверное, всем избирателям так говоришь. Про лампочку только тебе. Мы, будущие чиновники, и вы не поверите, мы честны. Пускай у нас всего семеро, но мы есть. С вами была команда КВН «Третье чтение». Спасибо! Аплодисменты «Третье чтение» Уральский институт Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Вот они, честные чиновники. Поаплодируйте им. Они наверняка сегодня победят, потому что черный пакет в жюри они заносили, я видел. Ну что, движемся.